Джосеф Паркер поделился деталями контракта на бой с Шаном Шелеем. Паркер рассказал, что у них есть пункт реванша в случае его победы над Шелеем. Это связано с тем, что у китайского боксера есть титул временного чемпиона. Полноценным титулом WBO владеет Александр Усик, который 18 мая будет боксировать в Фьюри. Бой Шелея Паркера пройдет 8 марта. Всем привет, вы на канале Воин. И тут только самые свежие новости из мира бокса. Без долгих вступлений, погнали. Тим Зю объяснил, почему не сомневается о своей победе над Китом Турманом. Является ли моя активность главным преимуществом? Нет, есть и другие достоинства. Просто я стал намного лучше и мой соперник это поймет в день боя. Я сделаю то, чего не смог Пакяо. Нокаутирую его. Дивизион до 154 фунтов. Сейчас на пике популярности. Кроме Чарла, я не знаю, что сейчас с ним происходит. Здесь достаточно привлекательных вариантов. У нас есть Спенс, я определенно хотел бы с ним подраться. Я даже могу подняться в 160 или 168 фунтов. Я не боюсь, я боец с характером. Я буду драться с кем угодно, мне плевать. В Токио Джона Султан уступил нокаутом в стартом раунде Рики Масуди. Султан пропустил в размене левый хук по печени. Продолжить бой Султан не сумел. В Саглану поединке с Дунту на катании победил Алехандро Сантьяго. На катании контролировал дистанцию джебом. Тревожил чемпиона левым прямым. Пытался вытащить на себя. С каждым раундом он выглядел все уверенней. Сантьяго пытался что-то предпринять в наскоках, но сильно уступал претенденту в работе ног и умении создавать углы атак. Левым прямым на катании уронил чемпиона. Тот попробовал продолжить бой, но упал после право-бокового. Сразу после этого бой был остановлен. Американский тренер Тедди Атлас поставил под сомнение желание Шакура Стивенсона провести бой против Джеронта и Дэвиса. Если бы завтра Стивенсону предложили бой с Дэвисом, то действительно ли бы он согласился драться или бы все равно смотрел в сторону поединка с Наварате? Где у него есть преимущество и он мог бы остаться непобежденным? Пройдя по этому канату, который является более легким путем. Знаем ли мы, что Стивенсон тот, каким мы хотим его видеть и каким считаем его в плане желания проводить эти бои? Действительно ли мы это знаем? История нам все расскажет, но знаем ли мы это сейчас? Мы выяснили это насчет Мейвезера, который был очень хорошим защитным бойцом с быстрыми руками. Но он хотел этих боев. Я могу продолжить этот список? Пернил Уитакер, Шугар, Рей, Леонард. Они хотели драться. Мы знаем, что Стивенсон обладает другими достоинствами, но есть ли у него это? Действительно ли он хочет драться или желает избежать этого? Эдгар Берланга может стать следующим соперником Сауля Альвареса. Эдгар надеется на чемпионский бой, поскольку Альварес в настоящее время не имеет соперника, а его поединок запланирует на 4 мая. Мы кладем имя этого человека в шляпу при условии впечатляющего выступления в субботу. Я скажу об этом сейчас. У Канело нет соперника. Если Берланга выиграет впечатляющим образом, то мы увидим противостояние Мексико-Порто-Рико 4 мая. Цубрель Матиаса возможен бой с Теефимом Лопесом. В этом году, если все пройдет хорошо, мы планируем провести 2 боя, а в следующем минимум 3. Продолжаем работать. Я готов драться даже с дьяволом, если его поставят передо мной. Это не имеет значения. Я адаптируюсь под любого соперника. Что касается Лопеса, то он будет говорить, пока не окажется передо мной. Когда это произойдет, то моя работа закрыть ему рот. Вот и все. Отец Давида Беновидиса раскрыл подробности переговоров с Саулем Альваресом. Мне позвонил Левкович и сказал, что Канело хочет драться с Давидом, но только на их условиях. Это условие заключается в том, что мы возьмем минимум. Я сказал да. Я тогда сказал, конечно, без проблем. Но просто нужна эта возможность. Мы в любом случае останемся в выигрыше, независимо от результата. Но затем Канело исчез. Кстати, как и Мунгия. Думаю, они просто хотели нас проверить, посмотреть, будем ли мы торговаться. Но мы были готовы взять минимум. Думаю, что это в любом случае было бы 5 или 5,5 миллиона долларов. Плюс они дают какой-то процент от Пеппи Рю. Я был согласен, чтобы Альварес забрал все эти деньги, потому что заслужил это. Он лицо бокса, у него все пояса и все такое. Мы просто хотели получить возможность и дать фанатам то, чего они хотят. Это был бы хороший бой. Экс-абсолютный чемпион Джермил Чарла скоро останется без поясов. Оставшийся пока что у него титул WBA будет разыгран 8 марта в рейде в рамках шоу Джошуа Нгану. Боксинг Ньюз, ссылаясь на коллег Джека Донована и Джалула Ахмедова, сообщает о том, что вакантный пояс достанется победителю схватки между Исраилом Андримовым и Магомедом Курбановым. Райан Гарсия хочет, чтобы его поединок с Дэвином Хэйни был перенесен из Нью-Йорка в Лас-Вегас. Это бой МДЖМ Вегас. Мы сделаем все возможное, чтобы перенести его в Вегас. Пост Гарсии прокомментировал Хэйни. Чувак планирует сбежать. Разговаривал с пюра типа, как разговаривают крутые ниги. А теперь заговорил как телочка. Зачем ты пытаешься нарисовать вот такую вот картину для болельщиков по отношению ко мне? Чуваку, который может тебе заработать твой самый большой гонорар в карьере и в жизни. Печальное зрелище. Видимо, такую модель поведения ты унаследовал от своего папаши. Поэтому я не буду тебя за это винить. Джефф Майвезер дал прогноз на бой Бивол-Ветербиев. Мне нравится Бивол. Ну и другой парень. О боже, он пугающе силен. Они оба пугающе сильны. Однако я поставил на Бивола. Карл Фройс задался вопросом о том, куда подевался Диллиан Уайт. После того, как летом прошлого года сдал положительный допинг-тест в преддверии реванша с Энтони Джошуа. Диллиан Уайт молча исчез. Он должен был провести реванш с Джошуа. Они боксировали в любителях и профи. Он подловил Джошуа, слегка потряс его, но Эйджей вернул должок и нокаутировал Уайта апперкотом. Это был хороший бой-урок для Джошуа. Тогда у Энтони еще было упорство. Он шел за нокаутом, не после того, как его потряс Руиз. Теперь Джошуа делает это не так часто. Он должен был провести реванш с Уайтом. Диллиан провалил допинг-тест и исчез. Он ушел по-тихому, ничего не произошло. Я не знаю, если кто-то знает, где находится Диллиан Уайт, сообщите нам. Диллиан, если ты слышишь меня, свяжись со мной и давай поговорим. А на этом у меня все, друзья. Оставляйте больше комментариев, подписывайтесь на канал, поддержите лайком и увидимся в следующем выпуске. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok